МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Германия в ближайшие годы запустит две новых программы закупок вооружения. До середины следующего десятилетия на эти цели потратят 460 миллионов евро. Еще 2 миллиарда выделят на расходы на дальнейшем этапе. Отдельно будут закуплены новые радарные и лазерные системы. Чтобы начать работу над обновлением системы, власти Германии могут уже в этом году выделить около 20 миллионов евро. По данным источников, Министерство обороны ФРГ разработает функциональные требования к новому вооружению к маю, а после начнет рассматривать предложения производителей. Пока чиновники из Минобороны склоняются к тому, чтобы закупить систему ПВО, разработанную немецким производителем ДИЛЬ, для Швеции. Она может быть адаптирована для наземного запуска с изменением программного обеспечения. Агентство также сообщает, что НАТО одобряет желание Германии обновить систему ПВО. По словам одного из источников, возможность нарастить системы противовоздушной обороны в малой дальности также рассматривают Бельгия и Словакия. Напомним, ранее стало известно, что в 2017 году правительство Германии значительно увеличит финансирование военных и силовых структур. На финансовую поддержку спецслужб и создание новых рабочих мест в полиции направят 1,1 миллиарда евро. Первые солдаты и офицеры Бундесвера прибыли в Литву. Немецкие военные будут нести службу в этой стране совместно со своими коллегами из Бельгии, Нидерландов и Норвегии. Вместе они сформируют батайон численностью 1200 человек, командовать которым будет Германия. ФРГ направляет в Литву 450 военных и большое количество вооружения, в частности танков. Переброска немецких военнослужащих и техники в эту страну должна закончиться до конца февраля. Именно к этому сроку планируют развернуть батальон. Военные из Бельгии также уже прибыли в Литву. Группа около 30 военнослужащих прилетела на самолете. Еще больше ста человек приплыли на корабле с военной техникой. Судно пришло в портовый город Клайпеда. Новый батальон будет базироваться на базе Рукла. Напомним, в июле прошлого года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение направить международные батальоны на восточный фланг, в Польшу и в страны Балтии. В каждой из них будут служить около тысячи военных с Запада. Германия возглавит такой батальон в Литве, США в Польше, Великобритания в Эстонии, а Канада в Латвии. В Польшу первая группа американских солдат прибыла 7 января. Россия называла размещение батальонов НАТО в странах Балтии и Польши плохой идеей. У немецкого правительства большие планы на текущий год. Политики рассказали о них на презентации ежегодного экономического отчета. По словам министра экономики и энергетики Габриэля, уровень безработицы в этом году должен снизиться до рекордных 6%. Правительство ожидает, что работу за год найдут 320 тысяч человек. Все же эти цифры не означают одинаково хороших условий жизни для всех немцев. Ведь есть еще много людей с низким уровнем доходов. У них нестабильная работа, многие трудятся по временным контрактам. Но нам все равно удалось добиться перелома в сфере занятости. Также министр сообщил и о других позитивных прогнозах на 2017 год. За счет увеличения зарплат и роста экономики каждый немец за этот год заработает на 2000 евро больше, чем в прошлом. Также Габриэль призвал не паниковать из-за новой изоляционистской политики Дональда Трампа. Нет никаких причин впадать в панику и отчаяние из-за меняющихся условий. В США мы поставляем только 10% нашей продукции, в то время как в страны Евросоюза 60%. Так что у нас сейчас появляется хорошая возможность инвестировать в стабильность Европы. Габриэль подчеркнул, что если США еще больше отвернется от своих транс-тихоокеанских партнеров, Германия готова заполнить эту нишу и укрепить торговые отношения с такими гигантами, как Китай и Индия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова